Сделать восточные сладости брендом столицы Сибири. Чтобы попробовать настоящую баклаву не хуже, чем на родине лакомства, не обязательно уезжать из мегаполиса. Александр Ширудила отведал десерт и узнал секретный рецепт. Турецкие баклава появились в Османской империи. Ее история где-то 500 лет. Это уже родная баклава, это Дамаск. Исмаил Ешар уже более 20 лет живет в Новосибирске. Однако лишь несколько лет назад решил открыть собственное дело и посвятить жизнь кондитерскому искусству. Я это дело начал заниматься здесь, в Новосибирске, учился ее. Через интернет, через ютуб, всякие ролики посмотрел. У меня единственное было плюс, я знал, как должна выглядеть. И добивался ее, учился. Сегодня в кондитерской продают десятки видов традиционных лакомств, которые Исмаил заказывает из Турции. Однако изюминка мастера – собственная горячая выпечка. В тончайшее тесто, которое кондитер проверяет на просвет, заворачивает молотые орехи, обильно поливает топленым маслом и отправляет в духовку. Самые вкусные баклаваты и фисташки. И в том числе я тут придумал еще такой баклават для сибиряки из кедрови. В Турции такого нет, здесь я уже придумал. Ну, местные что любят, начинки с того стали готовить. Это кедрови, орехи туда кладут вместо фисташек. Получилась молочная, очень вкусная баклава сибирская. Финальный этап приготовления – горячее блюдо поливают горячим же сахарным сиропом. Наши баклава перевозят в разных городах. Москва, Питер даже забирают, в север возят люди. Говорят, такого баклава в России нет. Новосибирская улица уже есть такая гордость. Новосибирский такой бренд – турецкие баклава. Сегодня у Исмаила Ешара три кондитерских на Красном проспекте и в торговых центрах «Мега» и «Сан-Сити». В планах расширения ассортимента мастер хочет угостить сибиряков настоящим турецким мороженым. Александр Ширудила, Сергей Жданов, Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова